ну что девочки мальчики я вас приветствую на основных каналах скажу сразу что снимаю два подряд очень мощных расклада дико устала вот правда не знаю конечно что сейчас получится сейчас потру немножко в руки то что чувствую что после того расклада сильно ушла энергия да наверное я короче вы прям самоубийца потому что я же зарекалась работать с лицом когда я работаю достаточно на вон там вот понимаете я через лицо просто еще очень много провожу у меня все время был как бы наставник магический не могу как сказать что учитель просто проявленных учителей нет больше общались на равных и она учила проводить энергию через лицо это умею делать умею транслировать поэтому скорее всего там очень сильно выгораю когда работаю с на сложную тему привет всем с кем не поздоровалась прям слушать сюда как это с мест карьер начинаю давайте обозначим темы следующим образом условно темное условно светлая доски мне больше контакт прям ухожу реально в сопротивление потому что многим действительно нам приходится объяснять свою картину мира а вае как бы картине мира дуальности нет но буду работать как разлетел да у кого есть двойность посмотрю кто там рядом с вами вот на оракуле лисы тоже чудо не хочу найти всех оракуле колодах работать какого-то мощного мне прям не хватает но видимо запрос нужно создавать потому что потому что и леса и геката и фулму на чем мы там еще работали как бы кошки наверное просто меняется пространство энергетическое мне там ответов слишком мало понимаете ладно посмотрим посмотрим настроилась немножко без длительных предисловий ладно без болталки на чьей вы стороне свет тима свет тима чего-то другое совсем зелено-оранжевая полосатая в инфобоксе время начала вашего видео не слышать jaar и не слышать там некий influект в инфобоксе время и исследовать вам все еще разогрева не слышит Что-то я, слушайте, опять выпускаю Кракена, не тогда она прочитала там про, ну какая-то женщина там дает коммерческое объявление про целительство и значит пишет она о том, что этот это и NLP. Я говорю, слушайте, как у вас вообще работает вот так вот, да, что это за сумасшедший салат? Ну как бы если ты это предполагает исцеление, опять же, нерелингвистическое программирование, это совсем другие задачи. И как вообще человек поймет, его запрограммировали через NLP или действительно ему подняли уровень энергетики через ТЭТО? Ну, на что мне говорят, материальное с эзотерическим уживается. Говорю, ну так если вообще у тебя концепции нет, непонятно. Там еще бонусом шаманские инструменты, поэтому драм-кружок, кружок по фото, еще и петь охота. Вот, и я что-то там, короче, поймала такую волну раздражения на это все. Не потому что, может быть, я там, как это сказать, немного задачная, наверное, да, немного задачная. Вот, ну что-то мне прям пахнет это все на кое-чем, да? Это ваш свет, это ваша условная тьма на прямых позициях. Ну, у вас правда ощущение, да, что вы служите свету, и вы действительно ходите к ним как на работу, потому что вы же такие благостные, да, благостный. Вы, кстати, воспринимаетесь как очень благостные сами по себе. Потому что, скорее всего, вы же еще зависимы от одобрения, это психологический момент, почему вы выбираете условно светлую сторону. Потому что там вы хорошие, и там никто не скажет, что вы там чудовище, или творите какие-то непотребные вещи. Потому что даже вот поступки ваши, которые не очень хорошие, негативные, вам легче оправдать, понимаете, вот этой благостью. На самом деле вообще неблагие абсолютно, поэтому, как вы пойдете в свет, вас там размажут, да? Размажут вот в это жертвенная, зависимая, вот эта созависимая история, потому что вы просто не хотите встречаться со самими внутренними демонами, и пытаетесь просто сбежать в определенный шелтер, который дает вам свет. Вот о чем говорила. Отношения с тьмой. Неправильные представления о них, что это такое, кто это такие. Мы просто тупо боимся, тупо где-то что-то обсираем, да? Потому что говорим, что это вот какая-то совсем неправильная история, так нельзя, незаконно там, да? Вот. Поэтому, а мы же такие хорошие, мы же в свет. Это, знаете, когда я делала как-то расклад, это был общий расклад на YouTube, и я говорила о том, что смотри, говорю, в тебе там больше темного, чем светлого. И мне женщина в комментарии написала вот такую простынь, просто какая она хорошая, как она страдает вообще всю жизнь. Все, вы, Анна, неправильно смотрите, и пойду я к другим торологам, там, к Грише, по-моему, уже не помню, куда она там отправилась. Вот. Потому что он вот про меня говорит, какая я хорошая женщина. Я говорю, ради бога, вы мне зачем это все пишете и рассказываете? То есть, скорее всего, это ее как бы внутренний трингер, что она не хочет принимать в себе эту темную часть, короче. И, значит, это пойдет как бы к тем, кто ей расскажет, какая она хорошая. И это, опять же, вот этот момент, ну, заслужить одобрения. Женщина метафорическая, потому что она не одна это пишет. Их очень много, которые, вы знаете, просто приходят на мой канал сказать мне, что я что-то делаю неправильно, а не хороший. Ну, так если ты уверен, что хороший, что ты мне пытаешься это доказать? Ну, и вот эта вот хорошесть, она действительно иногда прям превращается в беззубость, понимаете? В неумении отстаивать границы, опять же, да? В неумении нести ответственность за тот путь, который ты выбираешь. Да, свет предполагает служение, за это служение вам дают защиту. Вот ваш шелтер. Вы просто от себя туда бежите. Так интересно, слушайте, на тьму у нас перевернутая карта знания, да? И написано, да поможет опыт. Да, через личное погружение все произойдет. Да, ваше знакомство происходит через личное погружение. Ну, вот, вот. Мы же, нам кажется, что туда идти не экологично, да? Мудрости не хватает, понимаете? Не хватает баланса равновесия. Слишком пытаемся быть там. Ну, ладно, давайте. Какие преференции вам свет дает? Видели, да? Вырванное сердце. Белая ворона. Я же так всех люблю. Я же такой благостный персонаж. Знаете, это еще есть момент токсичности, когда ты приходишь в храм, потому что тебе хочется туда прийти. Ты хочешь увидеть, познать Бога. Ты хочешь почувствовать Его в себе. Ты хочешь напитаться атмосферой. Да, тебе очень нравится иконопись. И ты это можешь воспринимать еще и с культурной стороны. Тебе там классно. Но ты что-то можешь не уметь делать, не понимать, не соблюдать ритуалы. И вот ты туда приходишь именно за уединением. И женщины, которые служат там. Или, ну, вот знаете, есть вот женщины, которые постоянно там тучат. Не просто, что им там оплачивает их работу. Вот они там. И они очень злой и ревностно относятся ко всем тем, кто либо случайно зашел, вот, либо что-то не умеет там делать. И то есть она на тебя смотрит так, реально вырывая там твое сердце. И вот это вот может быть действительно такой, знаете, момент токсичного применения. Это вот тогда, когда мы... Токсичного применения, наверное, своего служения, да? Тогда, когда мы хотим изгонять чужих, как нам кажется. Мы в этом свете, знаете, как защитник этого Энгрегора. Нам действительно кажется, что туда пройдет только избранный, который страдал так же, как и мы. Да? Вот они достойны света там, я не знаю, что там. Чего они там достойны еще? Так самое интересное, что с вот этими скилами наработанными, да? А что ты защитник, что ты действительно можешь там реально вырвать, как бы сердце тем, кто не вписывается в это служение, да? Тебе вот здесь вот реально проще будет. Потому что это твое бегство, просто вот от темной стороны. Даруйте темный. Даруйте темный. Все, я не знаю, как с этим жить. Наверное, просто отписаться вот... Канала нейроведьмы, залезь свой телефон святой водой. Да, ну что? Наверное, так нужно поступить. Даруйте темный. Но опыта нет, знаний нет, поэтому ты это воспринимаешь весьма странно. Кладбище. Любишь кладбище? Тебе там хорошо. Ты даже спать там можешь, тебе прям спокойно, добро, деться, уютно. У тебя ощущение, что сначала туда несет, да? Ты боишься своей темной силы, тебя несет в свет. Ну вот. А в свете тебе тоже как бы нехорошо, ты опять возвращаешься к себе домой, условно. Поэтому башня, да. Ну ты придешь. А есть ощущение, что ты как бы на двух сторонах, на двух стульях. От чего чистить-то тебе нужно? Слушайте, ну есть ощущение, конечно, что вы могли что-то прицепить не свое. Вот, вот видите, чистка и внутренние демоны. Либо с ними познакомиться, либо действительно могли прицепить что-то не свое. Прицепили что-то не свое. Духи. Ну да, есть какая-то такая не ваша, немножко хищная энергия. Она как бы совсем не ваша, поэтому может быть правда вам чистка поможет. поможет чистка. Вот мы в свет идем за спасением. Не совсем понятно, да? Там ли спасение? И давайте еще, кстати, вы что хотите, ну что свет, что тьма. Вот оно про ваше личное спасение. От чего пытаетесь спастись в свете? Ясно, да, чего пытаетесь спасти в свете? Лодка, ведьма и хищница. От своей природы пытаетесь спасти. А в тиме, чему пытаетесь научиться или спастись? Дух воздуха. Гипноз. Стабильность. Я не знаю, у меня ощущение, что в тиме вам просто комфортно. Вам классно. Вам просто классно там. Поэтому смотрите сами. Вы просто это, как бы, видимо, скорее всего, нет. Не хотите себя видеть, да? Не хотите это понимать? Ну вот так вот нам карты говорят. Так, двоечки. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Такой не очень длинный расклад на тему чего же вам не больше, да? Света, тьмы, с кем контакт. С кем у меня контакт? Сейчас вы через лист будем смотреть. Через лист, как чьих-то тотемных животных, проводников. Но они, по-моему, в среднем мире, да? Насколько помню. Ну вот. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут тоже, наверное, ощущение, что все-таки хотели, да, быть хорошей, ведь соперница семья, тотем. Тебе комфортно, кстати, в свете, комфортно в свете. Тут карта дискомфорта, но она перевернута, сейчас еще посмотрю, что это. Тут тоже, кстати, вы знаете, вот неправильное представление о свете, неправильное представление вообще о том, что он дает вам. Мы там пытаемся найти защитников, может быть, ангелов, да, которые нас охраняют. Что ангелы охраняют вас? Людей, да, посылают вам. То есть люди как ангелы, люди как бы вас берегут, вас защищают. И вас же еще и придают, и скорее всего передают, да, на уровень выше условно. Но вполне, кстати, может быть, что вот это увлечение светом, увлечение конкретно, действительно могло приводить к благости, наверное, блаженности, да, определенной. Вы скорее что-то видите, вы чувствуете, но это не одобряют абсолютно, вот, может быть, даже смеются и считают, что эти ваши вымышленные друзья, то, что вы видите, там, духов, там, ангелов и так далее, то, что вы общаетесь, это какая-то ненормальная история, да. Вроде какого, есть определенные проводники, которые сообщают вам информацию, ангелы охранители у вас, безусловно, есть, да, они вас поддерживают. Но поддерживают не всегда, потому что вы достаточно сильная душа, судя по всему, и поддерживают только тогда, когда необходима помощь, понимаете, когда реально необходима помощь. Понятно, что уповаете вы, собственно, тогда, когда очень плохо, да, просите, призываете, получаете ли вы поддержку от света. Ну, у вас ощущение, что свет влияет на вас, да, вот, пожалуйста, нити судьбы, да, но они перевернуты, и это действительно говорит о том, что, скорее всего, взаимодействие, оно такое, вот, ощущение, что вами, конечно, управляют, вот, со стороны света, да, там, может быть, ангелы, еще что-то, но я же говорю, что они, вот, постоянно не присутствуют в вашей жизни, вы не чувствуете максимальную опору на них. Да, то есть, вот, что я могу, вот, постоянно знаю, что у меня англо-хранитель. Уже, скорее всего, иногда вы просто сомневаетесь, насколько вы психически здоровы, да, потому что, да, реально в вашей жизни, как бы, есть знаки. Опасайтесь воды, кстати, и ангелы предупреждают, что, скорее всего, для вас это не очень хорошая история. У вас в роду, возможно, были утопленники. Да, утопленники по карте дьявола. Самоубийцы, кстати, еще могли быть. Или просто смотрите, ну, включилась уже деструктивная программа человека. И вот, ну, через какое-то время происходит несчастный случай. Кажется, что несчастный, а там уже, собственно, деструктивная программа работала. Давайте, а с тимой какая история? Боитесь, да, ее карта чистки, родители. Ну, смотрите, скорее всего, какая интересная история, да. Кто-то по роду у нас, а условно на стороне света, да. Кто-то на стороне тьмы, а вы тут что-то такое, да. Среднеарифметическое. Скорее всего, нам говорят, что, возможно, от какого-то мусора, да, нужно чистить свою родовую историю немножко. Наследие, говорит, есть. Наследие есть. Связь как бы с ними нужна. Нужно понять их внутреннюю тьму, их внутреннюю боль мне еще показывают. Ну, что ж такое, почему у нас соперница и соперник? Это получается, они у нас и со стороны света, получается, и на стороне тьмы. Это получается по маме, по папе. Опять, не экологично. Но очень сильно хочется, да. Очень сильно хочется. Но здесь мы будем заключать контракты условно с тьмой, да, для достижения собственного благополучия. Есть они там? Да, есть. Есть. Скорее всего, будете, как вам кажется, расплачиваться, да, за это благополучие. Ну, есть такое, скорее всего, да, и хранители темные со стороны тьмы. Смотрите, и вот третий глаз, и, возможно, что-то шепчет вам, да, и уводит вас от неприятности. Вас берегут действительно. Вас к чему-то готовят, к чему-то очень важному. Сейчас наблюдают за вами время, потому что не пришло, да, путь у тебя достаточно интересный, да, это со стороны тьмы, как познание такое, да. Может, они в сны, кстати, приходят. Защищают тебя условно от плохих людей. Они такие, знаете, как вы, скорее всего, демонические сущности, но какие-то не злобные совсем, чтобы жестко следовать там каким-то методам, не. Очень много такой, знаете, энергии эротической, это суккубы, инкубы, очень сильно чувствуются, вот, на влияние. Будете выбирать, скорее всего, да. Кто же на самом деле дает мне силу, или под чьим именем я работаю, да, под чьим именем я лечу. Нет такого, что, например, я человеку помогаю, да, ему потом условно плохо или хуже становится, потому что и Грегор берет свое. Бывает такое, что, например, человек, который идет в магию, он неосознанно вешает крадники, потому что он же, ну, просто не понимает кодекс, что там без него условно разберутся. У вас прям реально, да, такой путь одиночки. Путь одиночки, и, ну, тут много бунтарства внутреннего. Хотела закончить, а не стала, потому что мне говорят, собирай карты все, сказала все, что хотела, и все, он говорит, лишнее остальное, прям закрытая информация. Да, не пускает вас, не пускает. Там у меня что-то еще ощущение какого-то водоворота, но вот он как остановлен, что ли, я не знаю, что это такое. Может, просто, чтобы вы куда-то не провалились. Так, троечки, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Посмотрим, чего больше света, тьмы. Это ваш свет. А это ваша тьма, ваше взаимодействие. Свет. В общем, смотрите, ощущение, что либо это такая, знаете, иллюзия, что вам дает, дает больше свет, чем тьма. Тут такое, знаете, ощущение, что я вот туда вот как бы смотреть не хочу, потому что мне там не камильфо, потому что ощущение еще, что тьма это что-то такое, знаете, инстинктивное, не следующее. А я вот типа на очень высоких энергиях, на очень высоких вибрациях, да. И окружение, кстати, у меня такое же. У вас как будто пытались растить либо лучше, чем вы есть, либо, как это сказать, блин, не в то и в касте, да. Вот как принадлежность, получается, пытались изменить, как бы если вы в касте верите, не туда вас занесло точно. Опять, короче, пошли, да, в жертвенные аспекты. То есть у вас как жертву, понимаете, хотели какую-то Грегору принести. Знаете, когда приносят жертву, жертва всегда говорит, что она выполняет определенную миссию, да. И вот такое ощущение, что вы должны были в жертву Грегору принести. Жертва свету должна принести. И вы в какой-то момент, вероятно, стали понимать, что нет, конечно. Да, что мы на заклание не пойдем, условно. Не пойдем в этот лабиринт Минотавра, чтобы нас сожрали потом. В вашей жизни появился человек, который стал вам доносить противоположные вещи. И вы на самом деле разочаровались в том, что считали очень важным. Что касается света, в целительстве. Как будто вот стало из вашей жизни уходить что-то ненужное. Может быть действительно, знаете, как бы вас видят целителем и растили, понимаете, как целителя. Но если что-то не так, вас очень легко приносят в жертву, знаете, как разменная монета. Как корм, понимаете. Но энергия светлая достаточно, понимаете. Вы как деликатес. Вы как деликатес. И ощущение, да, что вы на самом деле избранный. Ощущение, что избранный. Мысли навязчивые, да, что тут на самом деле же есть какие-то силы и силы там лечить светом. Ты никогда не понимаешь, что он от себя возьмет и что даст как бы взамен. То есть вот такая какая-то история. Контракты есть со светом? Да, однозначно есть контракт со светом. Вообще однозначно. Крест даже, слушайте. То есть если мы уходим не на эту сторону, у нас все рушится, начинает. Вы ушли? Ну я так понимаю, что кто-то просто влепит вам крадник, да, женщину. Видимо, чтобы ей как-то отомстить или что-то вернуть свое, вы прям познакомитесь с тьмой. И что там, этот крадник работает? Почему считаю, что у вас так легко что-то забрать вообще, да, как вот действительно чекучу наивный? Ну вот, вот оно, смотрите. Вот оно вся эта история, что когда как бы вам плохо, кому-то очень хорошо. За счет вас. Хорошо, давай. Контакты с темной стороной, тьмой. Четырехлистный клевер, надо же. Да, ощущение, что ты с ними познакомишься и как бы поймешь, что качество жизни может быть совсем другим. Ты сейчас пока еще к ним не перешел, но уже оттуда уходишь, потому что там, скорее всего, просто... Нет ценности, да, то есть тебе навязывают ложные ценности, при этом как бы, не знаю, как пушечное мясо, как разменная монета. А здесь как бы нам показывают вообще, что может быть это свои, может быть там совсем какие-то иные как бы скиллы и навыки. Ну вот, это состояние развилка тебе прошлое, не отпускает. Ты пока еще боишься, вероятно, что тебя там догонят, да, и там выстрелят в тебе в спину, если ты к ним не вернешься обратно. Тебе кажется, что тебя раздирает, да, на разные части, вот что вот ты вроде пытаешься нащупать выход, тебе это дают. Вот, решение будет однозначно, конечно. Сейчас тебе плохо, сейчас ты вот ощущение, что тебя от чего-то оторвали, да, лишили поддержки, как вот непрекаянные. Вот там вот твое спасение, но ты это не видишь, или не хочешь, там кстати вот этот, это твои, это твои реально, пожалуйста, вот тебе, вот ведьминский род получается, да, вот пожалуйста, древо твое, но ощущение, что там вот кто-то, как это сказать, ворвался, действительно, что-то вот прям разворошил, смотри, либо родовое, как бы гнездо, да, либо вот то, что касается, действительно, вот мне же было хорошо и как бы и нормально в этом всем, да, внизу, вот, а потом я стал просто чувствовать себя изгнанника, потому что меня как будто вот насильно через вот этот контракт, да, то есть, знаете, условно, видимо, темная душа, да, душа, как бы, чьей задача как раз отработки все эти кармические, как бы на низких уровнях, тебя какого-то хрена просто закидывают наверх. Ну, тебе, с одной стороны, конечно, там хорошо, если все-таки, смотрите, как бы у душ бывает стокгольмский синдром, то это вот ровно такая история. Тебе показывает вообще, что вырвалось из плена, да, но мы все равно подсознательно боимся наказания, да, от того, что в нашей жизни действительно могут быть совсем другие люди, другое общение, да, там другое Грегорис, словно. И, значит, тебе говорят, пойдешь к ним туда, к вот этим гадким ребятам, вот, пожалуйста, смотри, вот он твой капкан, то есть, вот то, что они тебе обещают, гармонию изобилия, они заберут еще больше. И тут вот нужно просто задать себе вопрос, а кто здесь обманывает? Может быть, действительно, это испытание двух Грегоров, что ты выберешь? Я не буду говорить, что тебе нужно выбрать, потому что, ну, я же не сумасшедшая. Брать за тебя ответственность. Мне такое не надо совсем. Ну, что там, как бы, свет по твоему поводу. Понятно. Будут давать тебе людей, чтобы возвращать тебя туда. Кармические задачи, проработки, видите, да, родственная душа и пара. А тьма, что говорит? Баланс. Огонь. Нет, они тебе не враги. Они тебе абсолютно не враги. Ну, кстати, чистка огнем тебе помогает в тебе открывать новые возможности. А по карте дьявола зависимость и от тех, и от тех. Давай так, объективно. В общем, своего пути, конкретно, свободы у тебя нет ни здесь, ни наверху, ни внизу. У тебя вообще свободы нет. Твоя миссия сейчас для света. Ты, говорит, еще, видимо, пожалеешь, да, что не под нашей защитой. То есть, ну, это, знаете, как блудный сын, блудная дочь придет раскаяться. А твоя миссия для тьмы условно, выживания. Ух ты. Как вы знаете, определенные испытания, да, после которых приходится стабильность, как бы, и понимание, на чьей же я, на самом деле, стороне, как бы, могу ли я совмещать. Сейчас что-то у вас не получается. Сейчас мы и там, и там будем искать убежище. Ощущение, да, что нас преследуют. Как в этом сверхъестественном, да, когда лишенные благодати и были вынуждены жить, как обычные люди, да, ангелы, а потом еще пошли в союз с тьмой, с кем-то там, в гостей, в союзе был. Ну, сначала не наилил, да, Кроули и всю эту тему, а потом, как бы, они же нормально так вполне общались, да, и с Кроули, и с Равеной. Так оно, видимо, обычно и работает. Такой интересный третий вариант получился. Вот, можете придумать свою какую-то метафорическую историю. Это знаете, когда вам придется подружиться с теми, кого вы считали врагами. И там, и там. Такая интересная история. А с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok